Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 576. События дня. 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых за 11 июля 2017 года. Ну что события дня. Сегодня прошел дождь, несмотря на это работали женщины в огороде, а мы с Володей занялись у Надежды Васильевны на территории ее тыква. Там много конопли было, крапивы, лопухов, репья, и со всем этим пришлось бороться. Тоже засняли, покажем. Вчера богослужение с пяти, потому что на следующий день, сегодня день Петра и Павла, конец Петрового поста, вернулись. Я даже не стал дожидаться ужина, быстро перехватил, там подсказал компот да сухари и скорее бежать неоконченную работу. Показала нам, что от деревьев падает сильная тень. Деревья, то есть там спиленные были клен, а теперь молодняк нарос и метров по три, по четыре, по пять. Это два года прошло, наверное. Отец отомстил насильнику своей дочери прямо в зале суда. В одном из российских городов произошел случай, потрясающий своей смелостью и отчаянием по отношению к правосудию. Отец 14-летней изнасилованной девочки сразу после вынесения несправедливого приговора насильнику скачил, выхватил из-за пояса самодельные металлические метательные ножи и, как в лучших боевиках, метнул один за другим в преступника, не промахнувшись ни разу. Все произошло просто молниеносно. Конвой даже опомниться не успел, как осужденный замертво свалился на месте. Каждый попавший нож нанес смертельную рану. Два из них попали в сердце, а третий пробил насильнику гортань. Хватило бы и одного попадания, но несчастный отец, видимо, решил перестраховаться и действовал наверняка. Господин Каравайкин, с удовлетворенной улыбкой на лице, не сопротивляясь, сразу сдался и добровольно отдал еще два таких же ножа, спрятанных в другом месте. На вопрос вследствие о причинах, побудивших совершить его столь дерзкое убийство, тот ответил, вырастите благоухающий прекрасный цветок, потом посмотрите, как его кто-то затопшит грязными сапогами, и вы поймете мой поступок. Моя дочь дважды пыталась покончить с собой после изнасилования, и оба раза ее спасла чистая случайность. Она до сих пор находится на излечении в психиатрической лечебнице. А этому подонку дали каких-то пять лет общего режима, да еще и условно. Как это часто бывает? Столь мягкий приговор был вынесен при помощи влиятельных родственников и больших денег. Отец несчастной девочки перед предстоящим судом над насильником несколько раз отказывался от крупной суммы взамен на то, чтобы забрать заявление. Его пытались сломать банальным мордобоем, но бывший афганец не потерял навыков, и напавшим это дорого стоило встало. Каравайкин даже не сомневался, что приговор будет чрезвычайно мягким, и начал готовиться. Найдя чертежи метательных ножей на просторах интернета, он собственноручно их изготовил, чтобы не вызвать подозрений подобной покупкой. Целую неделю он тренировался день и ночь. Наверное, все же он просто вспоминал былые времена и оттащил свое немного подзабытое мастерство. В итоге, спустя всего неделю, он легко попадал в тыкву с 20 метров со скоростью 1 нож в секунду, что в конечном счете и продемонстрировал в зале суда. Тыква упала замертво. По приговору Верховного суда, гражданину Каравайкину назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы условно и освободили в зале суда. Условное наказание было вынесено решением присяжных заседателей, у большинства которых имелись дочери разных возрастов. Вот так и рискуют насильники малолеток. Думают, что папа лох, а папа спецагент на пенсии. Валентина Стартисон. Мир вам, Игнатий Тихонович. Регулярно получаю ваши сообщения. Благодарю. Очень хорошие стихи. Просматриваю все ваши видеоролики. Очень интересно. Знакомые места, знакомые люди. Одно мне очень не нравится. Так это то, что девочки ходят с неприбранными волосами. Что толку, что они в платочках, сами-то потлатые? Во-первых, это некрасиво и неопрятно. Во-вторых, это небезопасно. Может затянуть под пилу. Первое, затянуть под пилу. Второе, засыпиться за корягу. Третье, замотаться на качелях. Ну, это все, что угодно. Волощаться по земле. И, конечно же, пачкаются. У девочек, в основном, у всех богатые и красивые волосы. Их нужно беречь. Я знаю, почему они так делают. Это в угоду миру. Им хочется быть красивыми. Но на самом деле смотрятся они некрасиво в таком виде. Простите, если что не так сказала. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Ну, что об этом сказать? Ну, давайте посмотрим. Я открываю Святую Библию. Здесь у меня закрыта такая установка. Даже не могу. И апостол Петр говорит, что угождает не внешним плетением волос. Не внешним плетением волос. А что это говорит? А златоуст говорит об этом. Он толкует это место и говорит, почему тебе их не оставить в покое? Какие они и есть, волосы. Как раз против плетения волос. И при том, в других местах, особенно Исаия порицает, когда они с волосами там мудруют. А у нас некогда. Они встают в 5 утра и будут они сидеть у меня каждый день с волосами. Учитывая, что в день до 5-6 раз купаются, а волосы заплетенные, и не просушить. Они их распущены потлатые. Что значит потлатые? С чего это взяли? Ничего. Потлатого нету. Волосы она не трогает, какие есть. Вы сами говорите, что волосы богатые. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Некрасиво и неопрятно. Это и красиво, и опрятно. Никто не скажет, что это некрасиво. Богатые волосы. Ей, когда готовится, нужно выступать, допустим, в Ливии. Там родители запилили, и все. А здесь некогда. Целый день они заняты. А запрести это не сама себе, а кто-то должен запретать. Они только и будут этим заниматься. Для этого она и приехала сюда. Некрасиво. Потлатые. А что значит потлатые? Не знаю, что имеется. А что толку? Это уже против платочков. Идешь, Валентина, не годится. Что толку? Платочек остается. Какое отношение? Волосы закрытые? Закрытые. Все, она молится. Какое отношение? Что толку? Совершенно неправильно. Небезопасно. Давайте посмотрим. Может затянуть под пилу. 45 лет никого не затянуло. Тысячи прошло девочек, и никого не затянуло. Зачем вы думаете-то? Ну, вихрь поднимется, за волос ее к облакам прилепит. Да так можно сколько угодно говорить. Затянуть под пилу. Как затянуть? Каким образом? Под какую пилу? Пилят двуручная пила. И где видно, что волосы под руками нет. Таких и волос ни у кого нет. И подбирают. Это выдумка. Выдумка самая настоящая. Дальше. Небезопасно. Можно затянуть под пилу. Под пилу. Интересно. Может. Ну, может, так было бы где-то. Нет. Это выдумка. Засыпитесь за корягу. Какая коряга? Они никаких коряг не видят и нету. Нет коряг. Это абсолютная выдумка. Мне даже сомнение попало, что Валентина Дмитриевна это написала или нет. Столько выдумки. Засыпитесь за корягу. То есть волосы по земле. Она по лесу где-то ходит и зацепится за корягу. Ну, нет этого. Они в лесу не бывают. Коряг у нас тут никаких нет. Вы их не видели. Прямо надумала. Надумала коряги. Ну, а почему не сказать шкив у машины крутится, волосы затянет, голову оторвет, раздробит. Ну, дальше-то сколько угодно фантазировать можно. Главное, что они не тратят на волосы ни минуты. Они занимаются делом. А когда нужно, запретут. Уехали волосы целые. Целые. В течение месяца, да. Идут, когда нужно, расчесываются. Уходят специально тут в сторону. В крапиву там расчесываются. Замотаться на качелях. Замотаться на качелях. Ну, это вообще. Ну, замотаться. Как замотаться-то? Ни ноги, ни платья. И волосы могут замотаться. Она сидит на качелях. И за что она будет заматываться-то? Качель-то вместе с ней движется. Ну, это бред просто. И все, что угодно. Ну, что можно угодно. Дальше тогда можно придумывать, что угодно. Птицы, мошки запутаются в них. По волосам ходят чужие люди. Она их не подбирает. Ну, что попало-то ты? Да. Волощаться по земле. Ну, где ты видел волощаться по земле? Волосы волощаться по земле. Не Валентина это писала. Или пьяная была бабка какая-то. И, конечно же, быстро пачкаются. Вот как раз они и не пачкаются. Потому что они купаются. Волосы берут с собой даже мыло. Волосы у всех чистые. Все, что написано здесь, просто бред. У девочек богатые, в основном красивые волосы. Их нужно беречь. Они их и берегут, не трогают, не рвут. Почему так делают? В угоду миру. Я не знаю. Я спросил. Никакой угоды мира нет. Они просто утром встают, гимнастику делают. И сразу за работу. А на самом деле смотрятся они некрасиво в таком виде. Да как раз и красиво и смотрятся. Какая она есть естественная. Златоуз говорит, почему тебе не оставить волосы в покое? Значит, и Писание здесь на то, что они делают правильно за них. Их святые отцы все говорят. Не внешнее плетение волос, но внутреннее. И на это внешнее никогда не смотрели. Моих и да и не видно, они сзади. В церковь приходят. Выдумка, Валентина. Так что я бы не стал показывать, но ради смеха опубликовал это, показал. Смешно даже. Волосы волощатся, корягу. Ты что засыпилась, за какую корягу? Что придумала-то? У одного учителя я видел. Ногти стрижет, они же въедаются в тело. Ну вообще, ему даже нельзя за носку вытащить. Внутрь как будто обрызлено. Зачем? А грязь? Какая грязь? Где? Я ему показываю. Ну вот грязь, ногти. Постригаю раз в неделю. Назначение ногти. Я спрашивал детей, какое. Не глаз смотреть будет на них. А не для всего там. И очертить где-то, и щелкнуть, и надавить. Назначение ногтя. А не для того, чтобы грызть его, ногтиеды. Ну и события дня нужно показать наши ресурсы. Тут уже ничего не сделаешь. Вот. Это мой мир. Вот он как выглядит. Где в шапке? Тут можно сообщаться. Тут очень богатый ресурс. Ну и второе. Это наш ленточный форум. 1600 тем. Богатейший. И канал. Вот канал сегодня поставили. Опять 11 роликов. Вчера 13. Да, они небольшие тут. Тут 45 минут. 40. А, это нет. 16. 16 и 18. 20, 30, блядь, можно сказать. 45, 45. 45. 57, да. Полтора часа. Если кто-то думает смотреть. Полтора часа. За 14, 32, 2, 7, полтора часа. Ну, набирается почти 2 часа. Полтора. 2. Около 2 часов. Так что, почему-то, премудрость Соломона, 11, 17. Чем кто посогрешает, тем и наказывается. Самое большое за 55 минут, 28 просмотров. Вот. А вчера, которое я поставил, самое большое захватило. Это так будет со всеми извращенцами, садомитами. Я жуков жгу. 741 просмотр за один день. На остальные по 250, по 300, 67. Знаете, поменьше. Пиано звонит узнать, как у меня. И вот дальше. Приехали Королеву. Встречаем. 842 просмотра. Еще больше. Мир тебе, сестра. Алло, с мир вам. С миром. С праздником вас. Ну, спаси Христос. Так это не праздник. Памятный, да. О. Ну, маленько. Что-то где-то нашли. Ничего нет. Два кустика у Надежды Васильевны были, мы его брали. Да еще осы там были. Утром пораньше. Ну, да нет ничего у нас свое. Поэтому вот хоть маленько чем-то вас побаловать. Ну, все. С Богом. Аллилуйя. Собрали смородины, клубники, послали. Вот благодарят все звонят. Благодарный народ. Ну, вот. События. Теперь еще что. Ага. Так. Еще не показал нашу, наш видеоканал. Вот он. На нем 7600 с лишним видеороликов. И во свете Библии, православный библейский сайт. И тут он разбит. Ответы 4124-го. Ответа на вопросы. И на 55 тем разбиты они. Ну, и одну опять возьму. Из внутренней жизни человека. Отношения. Вопрос 3866. 26-й том открытым оком. Какую пользу можно извлечь из биографии писателей и поэтов, и не только сегодняшних? Вот представьте. Вопрос. Это мне задают, когда в университетах я вел занятия. Писатели должны знать. События, биографии. Вот иногда нападают. Ай, лжевый миссионер. Ну, вот миссионер. И чего вы ответите? Даже ничего. 4124 ответа вы ни одного не дадите. Правильно. Ни одного. Почему? Потому что они рабы. И при том злобные рабы. Ничего вам не дается. Ответ. Примеряя к себе. Важно увидеть, что у них была цель. И как они шли к ней. Как преодолевали немалые препятствия. Но не менее важно увидеть, что же было главным в их деятельности. И сумели ли они этим дать пользу себе и другим, сообразуясь с вечностью. Только такая оценка и может быть верной. Нацен Семен Яковлевич. Мать его происходила из русской дворянской семьи Мамонтовых. Отец еврейского происхождения. Был чиновником. Человек даровитый, очень музыкальный. Он умер, когда Нацену было два года. Оставшаяся без всяких средств с двумя детьми, вдова его сначала жила гувернанткой в Киеве. Потом вышла вторично замуж. Этот брак был крайне несчастлив. В памяти поэта остались неизгладимые впечатления от тяжелых семейных сцен, закончившихся самоубийством отчима. После чего мать Нацен вместе с детьми поселилась в Петербурге у брата. Но вскоре умерла. Оставшись на попечении дядя, с которым мало ладил, Нацен в 1872 году отдан пансионерам во вторую военную гимназию. Поступив в Павловское военное училище, он простудился на учение. Врачи констатировали начало чехотки, и его на казенный счет отправили в Тифлис, где он провел год. Быстро растущий литературно известность, живой нрав, остроумие, доброе сердце. Все это располагало товарищей и знакомых к Нацену. Его окружали заботами и попечениями. Военная служба, тем не менее, очень тяготила Нацена. И он при первой возможности вышел в отставку. Вскоре болезнь в груди приняла такой оборот, что друзья поэта при помощи литературного фонда отправили его сначала в Висбаден, потом в Ниццу. Ни теплый климат, ни две мучительные операции туберкулезной фистулы ноги, которые мы сделали в Берне, не привели ни к чему. И летом 1885 года друзья решили отвезти его назад в Россию. Медленно угасая он прожил еще около полутора лет. Когда он в Киеве устроил вечер в пользу литературного фонда, его встретили бурной овацией, а после чтения вынесли на руках. В.П. Буренин в прозрачных намеках взвел на Нацена обвинение в том, что болезнь его притворная и служит предлогом для вымаливания пособий. Умирающий поэт, глубоко пораженный этим обвинением, собирался ехать в Петербург и устроить суд с чести, но не был допущен к тому друзьями. Через несколько времени нападки возобновились с новой силой. Последний, направленный против нацино-фильетон нового времени, пришел в Ялту уже после его смерти. В течение 28 лет со времени его смерти стихотворения выдержали 28 изданий по 6 тысяч экземпляров, а последние годы по 12 тысяч экземпляров. Этот небывалый успех многие приписывали сначала сочувствию к несчастной судьбе безвременно погибшего поэта и как бы протесту против клеветы, отравившей ему последние дни жизни. Идеал нацино Христос, мой Бог, Бог страждущий, Бог обогренный кровью, Бог человек и брат с небесной душой, и предстраданием и чистой любовью, склоняюсь я с моей горячей мольбой. Некрасов Николай Алексеевич, стихотворение «Еду ли ночью по улице темной» было опубликовано в 1847 году в журнале «Современник». Оно поразило всех особенной пронзительной музыкой, горьким сочувствием отверженным. А оно, по словам Чернышевского, первое показало «Россия приобретает великого поэта», а еще были ловля птиц и грибы, крепкая дружба с крестьянской ребятней. Младенческие вирши семилетнего стихотворца, посвященные любезной маменьке. Тяжелое впечатление от безумной забавы отца, от его деспотизма. Жуковский сказал, если хотите печатать, то издавайте без имени, впоследствии вы напишите лучше, и вам будет ссынно за эти стихи. Некрасов послушался и скрыл авторство под инициалами. В 10 лет, 1866-1876, поэт работал над книгой поэм «Кому на Руси жить хорошо». Как правило, произведения поэта появлялись в печати с цензурными пропусками, искажениями. Сколько великолепных вещей мог бы написать Некрасов, если бы не добыла цензура. В 1853 году на 33-м году жизни Некрасов тяжело заболел. «Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются», – писал Некрасов, обращаясь к Зине, с которой обвенчался во время болезни у себя на квартире 4 апреля 1877 года. Жена самоотверженно ухаживала за прикованным к постели Некрасовым. Похороны Некрасов на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге превратились в стихийную народную демонстрацию. У могилы выступали Достоевский, юноша Плеханов. Едва не дошло до сычки с полицией. Когда Достоевский поставил имя Некрасова вслед за Пушкиным и Лермонтовым, присутствующим это показалось даже умолением Некрасова. «Он выше их!» – крикнул кто-то. Он обнажал уродства современного общества, защищал людей труда, наиболее угнетенных прозой жизни, и стремился воспитать новое поколение не в духе раболепства и угодничества. В годы, когда лицемерно утверждалось, что в стране осуществились идеалы русского революционного движения, по-Некрасовски заговорило о народе Ахматовы в реквияме. На строительстве Колымского тракта, как свидетельствует Шаламов, «Невинные узники считали железную дорогу, готовность жить для других, определяющая черта Некрасова, еще не раз отзовется, тревожа оживляя чувства, неисполненного долга перед близкими родиной народом». Никитин Иван Савич в письме Кони от 6 ноября 1853 года, то есть в самом начале своего творческого пути, Никитин писал, «С раннего детства в душу мою запала глубокая любовь к литературе, а в моей грустной действительности единственное для меня утешение – книги и природа. Посылая на суд Кони свои стихи, Никитин со страстным нетерпением ждал приговора, «Если из приложенных здесь стихотворений вы увидите во мне жалкого ремесленника в деле искусства, тогда сожгите этот бессмысленный плод моего напрасного труда, тогда я пойму, что дорога, по которой я желал бы идти, проложена не для меня, что я должен всецело погрузиться в тесную сферу торговой деятельности и навсегда проститься с моей второй жизнью». Детство и раннее юность поэта прошли в обстановке сравнительно материального достатка. Отец поэта Савва Евтихевич был видным человеком в городе. Он владел свечным заводом, лавкой и вел довольно крупную торговлю. В жизни Никитина отец его сыграл роковую роль. Он был человеком суровым и деспотическим. В судьбе Никитина по-своему повторилась печальная участь Кольцова, жизнь которого тоже отравлена была диким самодурством отца. Обоим воронежским поэтам нелегко удалось стремление порвать с мещанским миром и приобщиться к культуре. Ни братьев, ни сестер у Никитина не было, он рос один. Эта разобщенность с очень ранних лет приучила его к одиночеству, к размышлению. Она же заставила его удовольствием сначала фантастическим, сказочным миром, а впоследствии обратила к книгам, к чтению. Окончить семинарию Никитину не удалось. Торговые дела отца все больше и больше приходили в упадок. Савва Евтихевич стал пить. Вскоре умерла мать поэта. Никитин стал пропускать занятия и в конце концов был уволен по малоуспешности и по причине нехождения в класс. Юноша вынужден был торговать в лавке, а потом и на площади сладка. В 1844 году отец поэта продал свечной завод и приобрел постоялый двор. Никитин превратился в содержатель постоялого двора дворника. Современники поэта рассказывают, что в это время Никитин и по наружности преобразился в дворника. Волосы подрезал в кружок, сапоги надел с голенищами до колен, летом носил простую чуйку, а зимой нагольный тулуп. Продавая извозчикам овес и сена, я обдумывал прочитанные мною поразившие меня строки, обдумывал их в грязной избе, нередко под крик и песни разгулявшихся мужиков. Сердце мое обливалось кровью от грязных сцен, но с помощью доброй воли я не развратил своей души. Найдя свободную минуту, я уходил в какой-нибудь отдаленный уголок моего дома. Там я знакомился с тем, что составляет гордость человечества. Там я слагал скромный стих, просившийся у меня из сердца. Все написанное я скрывал, как преступление от всякого постороннего лица, и с рассветом сжигал строки, над которыми я плакал во время бессонной ночи. Изнуряющая и ненавистная работа, она поставила в дворе брань пьяного отца, торгашество и грязь. Чтобы найти выход из этого положения, Никитин задумал в 1858 году бросить дворничество и открыть книжную торговлю. Ему страстно хотелось, как он пишет в одном из своих писем, отдохнуть, наконец, от пошлых, полупьяных гостей, звона рюмок, полуночных криков и прочее, прочее. В последние десять лет он с перерывами подолгу и серьезно хворал. В личной жизни поэта большую роль в последние годы сыграла его любовь к Н.А. Матвеевой, с которой он познакомился весной 1860 года. Между ними возникла дружба, а затем и взаимная любовь. Неясно, что помешало Никитину связать свою судьбу с этой женщиной. 1 мая 1861 года Никитин простудился и слег. Проболел он до осени. Последние месяцы его жизни были ужасны. Все лето отец поэта пил без удержания и только не понимал положения Никитина, но безобразничал напропалую. Часто он пугал умирающего сына, врываясь в его комнату в пьяном безобразном виде, босой и в одном белье. Адаевский Александр Иванович родился в семье, принадлежащей к старинному княжескому роду. Получил отличное образование. Родители устроили ему настоящий университет на дому. Будучи сторонником отмены крепостного права, Адаевский принял активное участие в восстании на Сенатской площади, за что был осужден и приговорен к восьми годам каторги. Больше года декабрист провел в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Разгром восстания, лишение свободы и невозможность общения с людьми стали для молодого человека подлинной трагедией. Он впал в отчаяние и даже помышлял о самоубийстве. Он нашел силы жить и провел пять лет в Сибири, после чего был определен рядовым в Каваллийский полк, расположенный на Кавказе, где через полтора года и погиб от малярии. Павлова по происхождению Каролина Карловна была обрусевшей немкой. Под руководством отца Каролина получила прекрасное домашнее воспитание. Ребенком она уже знала четыре языка и помогала отцу в его астрономических наблюдениях. В Москве она слыла девицей, одаренной самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. В молодости Каролине довелось пережить сильное душевное потрясение. В 1825 году она встретилась с польским поэтом Адамом Мицкевичем, высланным с родины в Москву за причастность к национально-освободительному движению поляков против русского самодержавия. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться, но Яниши восстали против брака дочери с необеспеченным и политически неблагонадежным поэтом. Да и сам Мицкевич, кажется, охладел к невесте и не прочь был освободиться от данного ей слова. Вскоре Мицкевич оставил Москву и больше с Каролиной Каролиной они не встречались. Тогда же она и сама приступила к литературным занятиям. На первых порах в качестве переводчицы на немецкие и французские языки стихотворения Пушкина и других современных русских поэтов. Первые оригинальные стихи Каролины были также написаны по-немецки и по-французски. Немецкие переводы девицы Яниш были доставлены в рукописи самому Гёте, который одобрил их и прислал переводчице лесное письмо. В 1833 году переводы эти были изданы в Германии. Между тем, личная жизнь Каролины Яниш складывалась не слишком удачно. Она была не очень хороша собой и уже не первой молодости. Ей грозила участь остаться старой девой. Но в 1836 году Янишам досталось довольно значительное наследство. И Каролина Карловна стала богатой невестой. Вскоре нашелся и жених. Известный в свое время писатель Павлов Н.Ф. Человек легкомысленный, отчаянный игрок и к тому же бывший на худом счету у начальства. Писатели, ученые, артисты, художники, музыканты охотно посещали собрания у Павлова, но относились к ней несколько насмешливо. Ее недолюбливали защепорность, громадное самомнение и необоримую страсть защитывать всех и каждого своими стихами. Павлова выступила в ней убежденной и воинствующей противницей передовых идей, со страхом встретившей революционные события, развернувшиеся в 1848 году на Западе. Вскоре на Павлову обрушились серьезные неприятности. Она была несчастлива в семейной жизни. Павлов спустил с рук ее состояние. В 1852 году между супругами произошел полный разрыв. Старик Яныш по наущению дочери, как утверждали, пожаловался на Павлова начальству, которое только искало случая придраться к человеку, слывшему неблагонадежному. У Павлова был произведен обыск и найдено множество запрещенных книг. Сначала его посадили в долговую тюрьму, так называемую яму, а потом высадили под надзор полиции в Перми. Эта скандальная история произвела в Москве большой шум и вооружила против Каролины Карловны общественное мнение, поскольку в ней видели главную виновницу беды, свалившуюся на Павлову. Умерла Каролина Павловна дряхлая 86-летней старухой. 2 декабря 1893 года смерть ее прошла незамеченной, и сама память о ней надолго заглохла. Плещеев Алексей Николаевич под руководством матери получил хорошее домашнее образование. В 1849-м вместе с другими петрашевцами был приговорен к смертной казни, замененной солдатщиной, лишением всех прав в состоянии, и отправкой в отдельный Оренбургский корпус рядовым. В 1853-м принял участие в штурме крепости Ак-Мечеть. За храбрость был произведен в унтер-офицеры. В мае 1856-го года получил чин прапорщика и смог перейти на гражданскую службу. В 1857-м женился, а в 1859-м после длительных хлопот добился разрешения жить в Москве, правда, по строжайшим надзорам, без срока. В 1890-м Плещеев получил огромное наследство. Это позволило ему избавиться от многолетней борьбы за существование. Полежаев Александр Иванович, отец его помещик Пензенской губернии, Струйский, мать крепостная этого помещика, выданная впоследствии замуж за саранского помещанина Полежаева, от которого поэт и получил свое имя. Его шуточная поэма «Сашка» ходила по рукам в списках и попала в руки к начальству, которое обратил внимание на несколько стихов с неуважительными отзывами по вопросам религиозным и с указанием на неудовлетворительность обеспеченных условий России, дало ход к делу. Шуточная поэма ощутилась в руках императора Николая Павловича, прибывшего в Москву на коронацию. Император приказал привести к себе Полежаева, который в его присутствии должен был прощать свою поэму. По окончании чтения государь, обращаясь к министру народного просвещения, князю Лейванову, сказал «Я положу предел этому разврату. Это все еще следы и последние остатки», то есть брожение, приведшее к заговору декабрисов. Получив, однако, от министра отзыв, что Полежаев поведение превосходнейшего, государь сказал «Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надо для примера другим. Я тебе даю военной службой средства очиститься. От тебя зависит твоя судьба. Если я забуду, то можешь мне писать». С этими словами государь поцеловал Полежаева в лоб, отпустил его. Полежаев задумал лично обратиться к нему, самовольно оставил полк и отправился пешком в Петербург. Сообразив, однако, все значение своего поступка, Полежаев вернулся с дороги и явился к начальству. Он был отдан под суд и приговорен к прогнанию сквозь строй, но приговор был государем смягчен, и Полежаев был разжалован в рядовые без выслуги. Всеми покинутый Полежаев пришел в отчаянии и запил. За оскорбление Фельдфебеля он был опять отдан под суд и просидел в тюрьме в ужаснейшей обстановке, в Кандалах почти целый год, имея в перспективе прогнания сквозь строй, но ему было вменено в наказание долговременное содержание под арестом. В 1726 году полк, в котором служил Полежаев, был направлен на Кавказ. Полежаев принимал участие в целом ряде сражений и стычек, и везде искал случай отличиться, чтобы добиться офицерского чина. Начальство не пожелало обратить на него внимания. И в 1833 году он возвратился с Кавказа унтер-офицером. Организм его был очень расшатан, он впал в чахотку, и на смертном только о дыре узнал, мог узнать, что 27 декабря 1837 года произведен в прапорщике. Прутков В 1854 году на небосклоне русской поэзии появилось новое имя – Казьма. Таков Казьма Петрович Прутков – одно из удивительных и ярких порождений русской литературной и общественной жизни. Как известно, его самого со всей биографией и родословной с басенами, стихотворениями, пьесами, апоризмами придумал поэт Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Алексей и Владимир Жемчужниками. Да, поэт Алексей Толстой, старший среди братьев, любил шутки, веселье, от природы обладал абсолютным чувством юмора. Да, поэт Алексей Жемчужникам десятилетиями оставался верен темам русской сатирической поэзии. Да, вся дружеская атмосфера большой семьи Жемчужниковых была пронизана жизнерадостностью, одновременно неприятием костного, казенного, туполобого. Существует немало историй в розыгрышах, которые устраивали братья в чиновном Петербурге. Прудков перенял от других людей, имевших успех смелость, самодовольство, самоуверенность, даже наглость, и стал считать каждую свою мысль, каждое свое описание и изречение истинное, достойное оглашение. Он вдруг счел себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невежество. Радищев, происходивший с семи богатых помещиков, владевших более чем тремя тысячами крепостных, Рачиди Ищев был отдан в Санкт-Петербургский пажеский корпус, а в 1766 отправлен на средства Екатерины II вместе с 11 и другими молодыми людьми в Германию заканчивать курс наук в Лейпцигском университете. В мае 1790-го выходит главная его книга «Путешествия из Петербурга в Москву». Вдохновенной формой сентиментального путешествия, Радищев в 24 главах книги, каждый из которых носит название какой-нибудь станции по дороге в Москву, описывает, во всем их многообразии ужаса и крепостничества, излагает в свою политико-философскую теорию, предусматривающую уважение, право и свободу личности, справедливый раздел земель и содержащую республиканскую программу. Книгу немедленно конфискуют. В июле 1790-го года Радищев поарестован и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Освобожденный Павлом I в 1796, но уже тяжело больной и сломленный, он кончает с собой в 1802-м. Раевский Владимир Федосеевич был участником Отечественной войны 1812 года. После Бородинского сражения его наградили золотой шпагой с надписью «За храбрость». Традиция не случайно закрепила за Раевским имя первого декабриста. Одним из первых он начал революционную пропаганду, а одним из первых стал жертвой правительственных репрессий почти за 4 года до восстания на Сенатской площади. Он оказался в застенке. Пушкин, созданный в Бессарабии, сейчас встречался с Раевским. Он предупредил Раевского о готовящемся аресте и тем самым дал ему возможность уничтожить некоторые компрометирующие материалы. Заключенный в Тираспольскую крепость, Раевский проявил исключительную стойкость. Он имел основание сказать, что свою суровую судьбу с терпением мраморным сносил. В Сибири Раевский поселился в селе Олонки Киркутской области, где прожил более 40 лет, отдавая много сил и энергии хозяйственной и просветительской деятельности. Развитие отсталого в ту пору края. Ржевский в этом году на русский престол взошла новая императрица Екатерина II, потомку старинного дворянского рода, удельник князей Раевских, Ржевский. Это Ржевский. Открылся путь к чинам. И он, оставив перо поэта, ринулся в водоворот придворной жизни. Ржевский выдвинулся в первые ряды государственных деятелей, стал сенатором. Ростопчина. Современники считали ее убийство и красавица, и отмечали живость характера, доброту, общительность. Ей посвящали свои стихи Лермонтовой Тючев, Мэй и Огарев. В конце 30-х годов ее имя ставили порой даже рядом с именем Пушкина. Но сама она воспринимала свою судьбу скорее драматично. Детство Ильдакии Петровны в девичности Сушковой прошло в Москве. Потеряв рано мать, жила она в доме своего деда Ивана Александровича Пашкова в роскошном жилище на чистых прудах. Скрываясь от родных, с 12 лет стала писать стихи. В 18 лет на одном из своих первых баллов Сушкова ознакомится с Пушкиным, который так заинтересовался пылкими и восторженными излияниями юной собеседницы, что провел с ней большую часть вечера. В 1833 году все московские матушки, как отмечает язвитель Невяземский, рвут и мечут от предстоящей свадьбы с Сушковой, которая неожиданно для всех уходит замуж за графа Андрея Федоровича Расобщина, сына бывшего главнокомандующего в Москве Расобщина. Женей был знатен и богат. К этому времени относится и начало романа Расобщиной с Андреем Карамзиным, от которого у него было впоследствии две внебрачные дочери. В 1854 году, узнав о его гибели, во время крымской кампании Расобщина напишет, цель, для которой писалась, мечталась, думалась и жилось, эта цель больше не существует. Некому теперь разгадывать мои стихи и мою прозу. Но все это будет позже. А пока, в конце 30-х годов, она не только одна из самых модных дам Петербурга, но и признанный всеми поэт. Однако Расобщина чувствует, что жизнь ее при внешнем блеске лишена первого счастья – домашней теплоты. Когда же выясняется иносказательный смысл баллады, за которым скрывается резко отрицательная оценка взаимоотношений России и Польши, в Петербурге поднимается, по словам цензора Никитенко, суматоха, а разгневанный Николай I запрещает автору впредь показываться при дворе. «Эти люди убили нам Языкова во свете лет. Эти же люди уходили у Гоголя, стеснив его в путах, в путах суеверных обрядов, запоздалого фанатизма, который для них заменяет благодать настоящей веры, кое признак есть терпимость и любовь, а не хула и анафема», – писала она. В результате Расобщина оказывается в полной изоляции. Рыльеев в 1823 году был принят в члены Северного тайного общества, вскоре став одним из его руководителей. В дни перед восстанием проявил исключительную энергию, став душой предстоящего переворота. Наставил необходимости решительных действий. Арестованный, заключенный в Петропавловскую крепость, Кондратьев в письме к царю взял всю вину на себя, стремясь спасти товарищей. Он был казнен 13 июля 1925 по новому стилю, в 1826 году. Северянин Игорь, буржуазия, которую он дразнил и издевательски подкалывал насмешками, стала его главной обожательницей. Когда Северянин эмигрировал, литераторы-мигранты, не столь известные как он, с наслаждением отомстили ему за его славу своим высокомерием. Вычеркнутый из списка настоящих поэтов, Северянин оказался в полном одиночности в Эстонии. Северянин перед смертью был счастлив, получив письмо своих почитателей откуда-то с Алтая. Его стихи переписывали от руки. По известному выражению, многие трагедии кончаются фарсом. В случае с Северянином фарс превратился в трагедию. Случевский Константин Константинович надолго уходит из литературы, изучает философию и естественные науки, служит в Главном управлении по делам печати, в Министерстве государственных имуществ. Он приближен ко двору, имеет чин коммергера. В свете великого князя путешествует по северу и северо-западу России и оставляет живо написанные богатые фактами очерки. Так, Соловьёв, выдающийся философ, поэт, переводчик. Владимир Сергеевич, сын известного историка Сергея Соловьёва, окончил Московский университет, защитил там докторскую диссертацию, читал лекции. Но в 1881 году, после публичного осуждения им смертного приговора народовольцем, убившим Александра II, был вынужден оставить преподавание, отдавался научно-литературной деятельности. Как публицист и критик сотрудничал преимущественно в умеренно либеральном вестнике Европы. Однако из-за антиправительных выступлений и сатирических стихов, ходивших в списках, слыл вольнодумцем. В последние годы своей недолгой жизни, проникся глубоким пессимизмом, отрицая самодержавие, капитализм, как и революционную борьбу с ними, пророчествовало о конце истории пришествия Антихриста. В молодости Соловьёв был близок к Достоевскому, ездил с ним в Оптину пустынь к старцу Амросию. Парадоксальная личность Соловьёва с её противоречиями веры и неверия, аскетизм и жизнелюбие, интересы к социализму и неприятия насильственных путей к нему. Дала автору «Братьев Карамазов» прототипический материал для Алёши и Ивана. Подобно Достоевскому, Соловьёв верил в спасительную миссию красоты. Она вместе с истиной и добром – залог грядущего положительного всеединства, того и идеального христианско-нравственного состояния человечества, когда разъединённость исчезнет на всех уровнях сознания и бытия. Во многих стихотворениях Соловьёва утончённая духовность причудливо сочетается со склонностью к грубоватому юмору и каламбуру. В поэтиках Соловьёва традиционно. Его образы порой рассудочно антиэтичны, однолинейны, желанные берега, новые звёзды, заветный храм и т.п. иносказания.